Как проверить информацию о COVID-19? Стоит ли доверять официальной статистике или лучше прислушаться к говорящим головам из интернета? Чтобы ответить на все эти вопросы, я приглашаю вас на прогулку по подмосковному кладбищу. Там мы осмотрим свежие захоронения и попробуем сделать выводы о COVID-19 и его влиянии на демографию. Прошу учесть, что данное видео является исключительно мнением автора и не претендует на объективность, достоверность и уж точно автор не собирался никого как-то оскорбить, дискриминировать и так далее. Это кладбище находится в районе города Домодедово, оно называется Заборевское кладбище. Оно представляло собой лесной массив, к которому прирезали года два назад кусок чистого поля. Вот мы сейчас прямо подходим к этому кладбищу. Запись у нас июня 2021 года. Это кладбище еще только начало функционировать. Первые захоронения на этой части появились в январе 2021 года. Вот видите, только кусочек кладбища еще обнесен забором. Дальше уже просто стоят отдельные столбы. И вот обратите внимание, нас интересует левая сторона. Видите, столбы, пустой клин оставшегося незанятым луга. И впереди находится захоронение. По правую руку от дороги находятся уже достаточно старые захоронения. К ним разрешены родственные для захоронения. Там тоже появляются отдельные новые могилы, но это не является системой. Да, вот тут видно, что идет и дальше за лесом зона с захоронениями. А по левую руку мы видим захоронения такие свежие совсем. И мы к ним постепенно подходим. Я специально показываю в режиме реального времени, без ускорения, чтобы вы оценили масштаб. Конкретно в этом месте находится по левую сторону около 50 свежих захоронений. Это люди, умершие в период примерно с марта по май. Как видно в правом нижнем углу, дата съемки 3 июня 2021 года. Примерно 3 часа. Далее я расскажу, как я оказался на этом кладбище. И почему у меня появились данные видеокадры. Но пока прошу обратить внимание на столбик, который находится прямо по курсу. Он отмечает границы кладбищенских кварталов. Я постараюсь немножко размыть. Картинку для того, чтобы соблюсти некоторые требования закона защиты персональных данных. И заодно повторю, что это не является основным объектом моих съемок. И все попадает случайно. Прошу обратить внимание на вот этот вот столбик. Это граница квартала. На нем написано цифра 14. Вот сейчас у нас, напомню, идет июньская съемка. И дальше нет никаких захоронений. А вот сейчас этот же столбик. Видите, к нему уже добавилось как бы дальше. 13. 13 квадрат. А вот мы сейчас возвращаемся в противоположном направлении, по которому мы только что пришли. Это уже съемка от 16 ноября 2021 года. И видите, насколько увеличилось количество захоронений. Они сейчас идут практически до того момента, как вот мы вошли на кладбище. Они сейчас занимают весь бывший свободным луг, на который я просила бы обратить вас внимание, на клин этого луга. И как мы видим на заднем плане, уже приделаны листы на забор, поскольку этот забор идет вплотную к дороге. И захоронения уже выходят практически на расстоянии там полутора-двух метров от проезжей части. Вот мы видим, увеличилось количество примерно раза в три захоронений. По моим оценкам, их примерно сейчас в этой части кладбища 150-200. Я не могу показывать непосредственно фамилии, непосредственно годы жизни, но основная масса это люди не очень молодые, не очень старые. Разумеется, есть несколько людей преклонного совершенно возраста, но в основном это люди близкие к так называемому расцвету сил, или там лет 50-60. Разброс большой, примерно вот от основной массы от 40 до 70 лет. У всех европейские фамилии, я буду так говорить политкорректно. Вот сейчас я дам крупный план назад. Вот видите, мы вот здесь практически вошли. Вот идет, смотрите, и туда дальше. Просто с того края происходил обряд погребения. Там уже была отрыта могила. И никак, ну там было некорректно снимать. Хотя непосредственно катафальный транспорт и сопровождающие стояли дальше, поскольку на кладбище одновременно, несмотря на относительно позднее время, почти 4 часа дня, проходило, по-моему, сразу 3 погребения. Они ждали своей очереди, чтобы не создавать толкучку. И дальше тоже проходили эти скорбные мероприятия. Сейчас на карте вы видите контуры Заборевского кладбища. По левую руку, это то, что находится в лесу, это старая часть кладбища. А вот по правую примерно, ну, составляет почти половину от текущей территории. Это как раз пререзанный лук, который появился в 19-20 году. Да, сейчас самое время посмотреть на официальную статистику. Согласно ей, у нас за период, который охватывает захоронение на этом кладбище, есть 3 пика. Это январь 2021. Это вот дата съемки начала июня и ноябрьский пик, самый большой. Это уровень заболеваний, там посмертности можно говорить, но сам факт, что вот эти волны заполнения кладбищем, они, этого кладбища, они соответствуют волнам ковида. Единственное отличие небольшое в мае, потому что в мае, я отлично помню, как со всех средств массовой информации говорили про какие-то сильные проблемы с выживанием, сильные проблемы со смертностью. Но почему-то вот на графике заболеваемости они не отражены, хотя на кладбище как раз в мае появилось относительно большое количество новых захоронений. Ну, в общем, мы видим, что заполнение кладбища практически коррелирует с этими пиками. Рядом с кладбищем, чуть выше, построили громадный новый спальный микрорайон. На кладбище захоронены, скорее всего, местные жители или жители, относительно недалеко проживавшие от этого места. По банальной причине, вряд ли из других регионов Московской области будут привозить умерших для захоронения в город Домодедово. Хотя какие-то люди, конечно, здесь захоронены просто потому, что здесь захоронение очевидно дешевле, чем в черте Москвы и так далее. Далее я пройду по данному микрорайону. Дело в том, что сейчас я расскажу, как я там оказался. Меня попросил мой коллега помочь ему выбрать квартиру для приобретения. А в этом месте одни из самых дешевых квартир в Домодедово. И мы два дня гуляли по этой территории примерно в начале июня, то есть 3-4 числа. И у меня случайно на экшн-камеру, которая у меня была прикреплена с собой, оказалось записанным и кладбище, и движение по данному микрорайону. Вы можете оценить. Я как бы из соображений политкорректности не буду давать каких-то отдельных комментариев, но вот по моему ощущению, там большое количество людей, ну скажем, визуально похожих на жителей Италии. Я вот так политкорректно назову. И получается очень интересная ситуация, что кладбище заполнено европейцами, построены новые дома. В этих домах живут люди, и многие из этих людей являются представителями неевропейских этносов. С этой точки зрения мне интересно, как соотносится миграционный приток населения с естественной или неестественной убылью коренного населения. Я, кстати, не придерживаюсь в данном случае конспирогологических теорий, поскольку говорить о том, что какое-то там тайное правительство, что это там делать, я не вижу здесь никаких оснований. Например, конкретно вот этой домодельской аггломерацией уже более 40 лет руководят одни те же люди, элиты не менялись, ничего не менялось. Поэтому я сомневаюсь, что это проявление какого-то хитрого плана по замещению местного населения и так далее. Это какие-то объективные процессы, но которые, тем не менее, приводят к таким сильным культурным изменениям, точнее приведут лет примерно через 15-20. Здесь этнический и культурный состав будет радикально изменен. Хотя пока тут все очень позитивно, совершенно не похоже на гетто, но гуляют дамы в хиджабах и головных уборах. Но также есть и отдельные дворы, где гуляют и дети европейских народов. Видимо, вот эта вот часть, которая выходит ближе к кладбищу, она самая недорогая и поэтому приобретается в первую очередь жителями других регионов России и ближнего зарубежья. Я однозначно приветствую то, что новые жители не употребляют алкоголь в силу своих традиций. И, как видите, мы не встретили по пути ни следов распития спиртных напитков, ни людей в состоянии алкогольного опьянения. Но, к сожалению, все не настолько радужно, поскольку, как пишут в средствах массовой информации, в регионах, которые не употребляют алкоголь, приняты средства проведения досуга с несколько другими химическими веществами. Если посмотреть на северо-запад кладбища, там выходит тропинка, идет через лес. Так вот, буквально в нескольких метрах от границы кладбища я заснял следующие кадры. Как видите, кто-то принес с кладбища могильный крест и, по всей видимости, с его помощью что-то искал по разным сторонам этой тропинки. И это явно искали не спрятанные в бутылке с алкоголем. Эти кадры нам показывают два момента. Первое, что здесь появились люди, которые не относят себя к христианской культуре в той или иной степени. И для них допустимо брать с могил, брать с кладбища символы христианской религии и использовать в качестве орудий труда. И потом просто выбросить. И второй момент. По этой тропинке перемещается достаточно большое количество народу. И за полгода, с июня по ноябрь, так и не нашлось ни одного человека, кто относил бы себя к христианской культуре, к христианской традиции, и отнес бы этот крест в более подобающее ему место, а не оставил бы просто валяться в качестве такого, ну как я считаю, выпьющего факта, непочтительности к христианским обрядам погребения. Разумеется, этот крест могли вытащить и какие-то социальные люди, и хулиганы, и наконец он может быть не связан с поиском чего-то в земле рядом с тропинкой, но тем не менее ситуация лично для меня крайне возмутительная и неприятная. Надеюсь, кто-нибудь из местного населения все-таки проявит уважение к памяти усопших и к христианской символике, и этот крест будет водружен, ну или грамотно утилизирован, и перестанет вот так вот провокационно лежать у всех на виду. Благодарю за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok